2015 год выдался не самым простым для компании Промагра. И все же, несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в стране, Холдинг сумел реализовать целый ряд масштабных инвестпроектов. Об итогах и планах в интервью генерального директора компании Промагра Константина Клюки. В этом году, это впервые, наверное, за историю нашей компании, мы в течение одного года освоили порядка 5 миллиардов рублей инвестиций, капитальных вложений в строительство. То есть, естественно, эти деньги все нужно было освоить и эти все объекты построить. Потому что мы строили не по отдельности, а сразу все три объекта по всем трем направлениям. Кормопроизводство, выращивание свиней и мясопереработка. В принципе, на сегодняшний день процентов на 80 все проекты эти реализованы. Свиновческий комплекс мы планируем ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Комбикормовый завод и мясокомбинат, я думаю, что мы достроим где-то ориентировочно к концу первого квартала следующего года. Какое достижение для Холдинга главное в нынешнем году? Ну, во-первых, несмотря на непростую ситуацию, у нас продолжается положительная динамика с точки зрения выручки. То есть, мы нарастили выручку. Если по итогам прошлого года у нас выручка была порядка 2,7 миллиарда рублей, то в этом году прогнозная выручка еще пока год не закончился. Прогнозная выручка где-то будет 3,5-3,6 миллиарда рублей. Аналогичная динамика, естественно, так как выручка, она привязана к объемам производства. Аналогичная динамика и по производству. Мы в прошлом году произвели 27,5 тысяч тонн мяса. В этом году планируем произвести порядка 30 тысяч тонн мяса. То есть, конечно, основное достижение – это то, что мы реализовали все эти стройки, действительно все эти объекты почти что достроили, и то, что мы продолжаем расти. Компания продолжает расти и по выручке, и по объему. Очень много реализовано в 2015 году, очень много еще предстоит. Вот на что будет сделано пору в новом году? В следующем году мы хотим сконцентрироваться уже не на инвестиционных проектов в рамках Белгородской области, а на проектах по замкнутности цикла производства. То есть, это, в первую очередь, селекционно-генетический центр, о котором я сказал. Во вторую очередь, это создание собственного потребительского бренда. То есть, мы весь следующий год будем над этим работать и планируем завершить строительство второй очереди мясокабинета, то есть, глубокую переработку, производство конечного продукта, брендированного. То есть, я думаю, что вот эти два направления, они будут ключевых. Это генетика и производство конечного брендированного продукта, то есть, выход на рынок B2C. То есть, на рынок, где работа будет вестись именно с конечным потребителем, с покупателем. Полноценно на этот рынок, конечно, мы планируем выйти в 2017 году. Какое место компания «Фомагра» занимает на свинно-очерском рынке России сегодня и какое в перспективе? Сегодня мы находимся где-то в районе 20-го места. Плюс-минус, в зависимости от года, ситуация меняется каждый год. Но, реализовав вот этот проект, новый «Оскольский бекон-3», мы, конечно же, хотим войти... Мы планировали войти в десятку крупнейших производителей, но здесь предугадать рынок сложно, потому что развиваемся не только мы одни, хотя наш проект по свиноводству, наверное, один из крупнейших в 2015 году в России. Развиваются и другие компании, они тоже наращивают объемы производства. Поэтому я думаю, что мы попадем в 15 крупнейших производителей. И если мы действительно вот сейчас в перспективе реализуем, а мы планируем реализовать новые производственные проекты в сфере свиноводства, то я думаю, что мы должны ориентироваться на десятку крупнейших производителей, причем попасть в эту десятку уже окончательно и обосноваться там надолго. Константин Олегович, в чем заключаются особенности работы в кризис? Во-первых, у людей стало меньше возможностей покупать продукцию в тех объемах, которые они привыкли раньше покупать. Во-вторых, на рынке растет так называемая продовольственная инфляция, она выросла на 20%, то есть в среднем продукция, продовольственная, которую мы покупаем, она на 20% выросла в цене. Это тоже, естественно, повлияло на спрос со стороны населения. Поэтому ситуация такая, что приходится очень серьезно конкурировать с другими производителями. За потребительский спрос, да, за потребителя. С другой стороны, это влияет в том числе и на ценообразование. То есть цены на мясо, которое мы сегодняшний день продаем, они значительно ниже, чем они были в 2014 году. То есть наблюдается такая тенденция, то что цены в сетях у ритейлеров растут, и они достигли рекордных показателей. А цены у производителя, они, наоборот, снижаются. То есть где вот эта вся маржа концентрируется, непонятно. Возможно, у ритейлеров, у продуктовых магазинов, возможно, где-то в смежных компаниях, которые оказывают услуги, допустим, транспортные, но точно они не у производителя. То есть производитель в этом году зарабатывает меньше, и на те цены, которые потребитель видит в магазинах, это нужно четко понимать, каждый потребитель должен понимать. Это не из-за того, что производители выставляют высокие ценники. То есть тенденция такая, что цены у производителей снижаются, а сырье, которое мы закупаем, с помощью которого производим мясо, это зерно, это белково-витаминная группа, премиксы, аминокислоты, витамины, все кормовые добавки для животных, они 70% издержек составляют производство, они все растут в цене. Ситуация, конечно, в этом году непростая. В принципе, сам по себе свиновческий бизнес, он высокоприбыльный, рентабельный. То есть есть здесь резерв у всех производителей по свине, да, если там ценообразование снижается на мясо, расходы растут, то, в принципе, себестоимость, она низкая производства, и есть куда падать, в принципе, резервы есть. Минувший год прошел в России под знаком импортозамещения. Компания «Промагра» активно поддержала государственную политику, нарастив объемы производства мяса свинины. К импортозамещению прибегли при строительстве «Оскольского бекона-3». Сотрудничество со «Оскольским заводом металлургического машиностроения» оказалось более чем просто успешным. Во-первых, хотелось бы поблагодарить весь коллектив ОЗММ и руководство, и в первую очередь рабочих, потому что они оказались очень вовремя у нас на пути, предложили свои услуги. Они появились в самый сложный момент, на самом деле, для нас, потому что мы запланировали стройку осенью и заложили первый колышек, забили первый колышек осенью, и началась масштабная стройка, были привлечены большие финансовые ресурсы. Как вы знаете, все оборудование на сегодняшний день, в основном, оно импортное, естественно, привязано к валюте. В декабре произошел обывал валюты, и сразу же, как я уже сейчас вспоминаю, по нашим прикидкам, где-то в полтора раза произошло удорожание проекта, который мы изначально планировали. То есть стоял вопрос действительно кардинальный – заморозить проект или продолжать действительно строить. Но если продолжать строить, то с каким ущербом для себя? Поэтому треть того оборудования, которое мы использовали на свиноводческих комплексах, уже фактически сегодня построенных, которые будут введены в эксплуатацию, треть этого оборудования произвел завод ОЗММ. Это, в первую очередь, станочное оборудование. То есть они произвели его из металла, по нашим чертежам. То есть достаточно быстро освоили эти чертежи, сделали тот продукт, который мы хотели, и на протяжении всего года, не срывая сроков, его нам поставляли по очень выгодной для нас цене. Поэтому, конечно, надо отдать им должное. Они большую роль здесь сыграли в реализации этого комплекса и действительно помогли нам в сложный момент. Многие предприятия в различных отраслях производства сегодня переживают не лучшие времена. Где-то сокращают численность работников, другие отправляют людей в неоплачиваемый отпуск, снижают зарплату. Однако в «Промагрос» умели не только обойтись без сокращения, но, напротив, нарастить объемы производства и открыть новые рабочие места. «Персонал своих людей, своих рабочих не сокращали, наоборот, набирали. И эта тенденция, хочу отметить, еще ускорится в 2016 году. То есть у нас в планах набирать еще больше людей, чем мы набрали в 2015 году. Мы хотим увеличить зарплату, проиндексировать заработную плату наших сотрудников. Таким образом, это одно из основных наших видений, как вы стоите в кризис. То есть мы хотим поддержать наших сотрудников. То есть, если компания развивается, хочется, чтобы и сотрудники развивались, и у них росли зарплаты, несмотря на то, что имеют место быть кризисные условия в стране. А так, в целом, социальная политика «Промагрос» работает в том же ключе. Мы как поддерживали социальную сферу, сферу здравоохранения, сферу образовательную, так и продолжаем поддерживать. И большие планы на 2016 год. Вообще, 2016 год, наверное, ключевым направлением для компании, то направление номер один – это кадровое направление, кадровая и социальная политика. Мы хотим выстроить партнерские соглашения с ведущими вузами сельскохозяйственными. Хотим выстроить отношения с школами, техниками, разработать программы стажировок со студентами. То есть сейчас наблюдается такая тенденция, что есть нехватка кадров. Мы этот кадровый голод ощущаем, поэтому планируем сделать на этом акцент. Планируем создать собственный образовательный центр, как его еще часто называют, корпоративный университет. То есть такую образовательную площадку, где наши ведущие сотрудники будут вести семинары и куда мы будем привлекать, наверное, наиболее таких авторитетных, интересных специалистов, профессоров в сфере животноводства, в сфере ветеринарии, в сфере технологии производства мясных продуктов в качестве лекторов. Редактор субтитров А.Семкин